Здесь открывают таланты, находят способности и выпускают в свет настоящих ценителей искусства. Словом, идут к успеху, как по нотам, вот уже полвека. Ишкаролинская детская школа искусств номер 2 отмечает свое 50-летие. За эти годы из стен учебного заведения вышло множество талантливых музыкантов, да и просто людей, которые любят и ценят музыку. О сегодняшнем дне школы и ближайших творческих планах в нашем следующем сюжете. Школа искусств открылась в далеком уже 1969 году. За эти 50 лет были и радости, и огорчения. Но главная награда для творческого коллектива – возможность передавать чувство прекрасного подрастающему поколению. Каждый год 1 сентября десятки юных музыкантов заполняют учебные классы. Кто-то делает первые шаги, а кто-то уже вполне владеет инструментом. Образовательное учреждение уже давно входит в число лучших детских школ искусств в республике. В школе преподают 22 педагога, половина из которых – заслуженные работники культуры. Каждый год талантливые воспитанники не менее талантливых преподавателей получают множество наград и становятся лауреатами всевозможных конкурсов. Сначала это было два класса на базе ДК «Колос» ремонтного завода. И теперь вы видите прекрасное двухэтажное здание. Школа полностью подготовлена для успешного ведения учебного процесса, для комфортного вхождения каждого ребенка в удивительный мир музыки. Так же, как и сама школа, растут и таланты ее учеников. Воспитание в них настоящей любви к музыке – очень трудоемкий процесс. Именно творчество помогает ребенку стать более усидчивым, правильно распределять время и повысить успеваемость. Музыкальный альмаматор проводит обучение по фортепиано, скрипке и виолончели, баяну и аккордеону, гитаре, флете и вокалу. Словом, раскрыть свой талант можно сообразно своим способностям. Когда от пожаров горела земля, и ночь отменила рассветы, надежды в сердцах затаившись жила, далекая наша победа. Творческий процесс обучения и опыт педагогов во многом формируют внутренний мир ребенка, раскрывают заложенный в нем потенциал и помогают поверить в свои силы. Поэтому география применения полученных навыков достаточно широка. Обитель искусств выпустила более тысячи учеников. Некоторые из них остались в родном городе и гастролируют по всей стране, а другие отправились покорять вершины музыкального мира в странах СНГ и США. Нашу школу, не секрет, называют кузницей талантов. Потому что ежегодно результат конкурсных выступлений учеников нашей школы всегда на самом высоком уровне в республике. Важной составляющей успешного обучения юных талантов становится обновление материально-технической базы. Так, в рамках Года культуры в школе появилась новая фортепиано Николай Рубинштейн. Хороший инструмент, талантливый педагог и способный ученик. Вот ключевые составляющие успеха. Впереди у творческого коллектива школы огромный план работы, новые ученики и новые достижения. И кто знает, может из этих стен уже сейчас выходит новый Рахманинов, которым очень скоро будет гордиться вся республика.